Ливийцы. Фильм 3. Начинаем делать конверсии ливийских воинов. Рекомендую посмотреть предыдущие фильмы, чтобы правильно понять то, о чем я веду речь. Я делаю четыре отряда ливийских воинов из разных племен. Обращу внимание сразу на то, что ливийцы это европеоиды, то есть цвет кожи у них такой же, как у египтян, а не как у негроигов. Это обсудим еще при покраске миниатюр. Отличались воины друг от друга в основном прическами. Разберем эти отличия. Опираться я буду на сочинение Геродота, История, Книга 4 и другие источники. Геродот описывает ливийские племена следующим образом. Воин из племени Адермахидов. На голове гребень из волос, состоящий из множества косичек. Есть данные, что еще в третьем веке нашей эры в Северной Африке носили такие прически. Но это многим исследователям кажется вымыслом. Они говорят, что такие прически исчезли вместе с Карфагеном. Однако, если посмотреть на современные дикие племена, живущие в непосредственной близости от Ливии, например, Хаммер, Химба и другие, то мы увидим поразительные прически. Мальчик с кожей покрытой охрой. Голова выбрита, кроме гребня. Волосы в гребне заплетены в косички. Это точно соответствует описанием Геродота. Вот еще прическа. Косички направлены в сторону затылка и лба, образуя что-то похожее на гребень. А вот еще мальчик. Гребень состоит из коротко стриженных волос. Кстати, накидка у него одета по древней ливийской моде, оставляя голым левое плечо. Но это, конечно же, случайность. У этих двух женщин волосы образуют гребень из косичек. Эти племна сохранили древние традиции, и мы можем видеть прически, существовавшие в Африке тысячи лет назад. Переняли они эти прически у ливийцев, или наоборот, не имеет значения. Мы видим, что культурный обмен существовал тысячи лет назад, и расстояния, отделяющие народы, далеко не всегда были непреодолимым барьером. Мы видим, что эти прически пережили не только Карфаген, а просуществовали до сегодня диких племен Африки. Воин племени Махлии. Волосы сбриты с головы, почти полностью оставлены только на затылке. Возможно, они были заплетены в косички. Обращает на себя внимание также борода. Про него поговорим в пятом фильме. Воин племени Овсеи. Волосы оставлены только на передней части головы и прикрывают лоб. Племя Максии. Воины брили левую часть головы, оставляя волосы справа. Возможно, заплетая их опять же в косички или косу. Косы заплетались вот таким образом. Роль щипцов выполняет обугленная ветка. Волосы могли вымазывать суриком или охрой. В первом случае волосы будут красно-оранжевые, а во втором желто-оранжевые. В эти же краски ливийцы могли раскрашивать свои тела. На фото вы видите, как современные африканцы из Намибии окрашивают свои тела суриком. Глину с высоким содержанием металлов, дающих красный цвет, смешивают с жиром и потом эту смесь наносят на тело. Она хорошо защищает от палящего солнца. Перед нами стоит задача сделать прически для разных отрядов. Для начала разделим эти фигурки на отряды. У нас есть 6 воинов-одермохидов. Чтобы воины в одном отряде не были в одинаковых позах, я оставлю только двух воинов в одном отряде, а остальных определим в другие племена. Разумеется, голову у этих фигурок нужно будет заменить. Четыре срезанные головы пойдут на конных воинов-одермохидов. Легче всего прически для ливийцев делать из нумидийцев. Это нумидийский всадник звезды. Их прически легко трансформируются, например, в прически Максиев. Для этого нужно аккуратно ножом срезать волосы с левой стороны головы. При этом нужно часть волос оставить и вырезать из них ухо. Ножом аккуратно делаем надрез от лба до затылка, потом срезаем ненужный пластик. Вот готова фигурка. Фигурка всадника с головой воинов племени Максии. Но я решил делать всадников-одермохидов. Поэтому мы удаляем голову с пешего одермохида и срезаем голову у всадника, меняем их местами. Для этого нужно шилом проделать отверстие в шее и теле воина. Вставить проволоку и соединить части. Все просто. Получается всадник, на голове которого гребень из волос. Головы для других племен делаем по той же технологии. Ножом срезаем все лишнее. Для овсеев нужно оставить клок волос на лбу. Не забываем оставлять уши. И так далее. Из индейцев я вырезаю одермохида. Это будет командир отряда. Удаляю лишний пластик. Подрезаю чуть-чуть волоса на голове. Думаю, тут все ясно. А как надежно закрепить всадника на коне? Делается все по той же схеме, что и крепление голов. Для начала определяем, какая должна быть посадка у всадника на коне. Нужно установить место, где фигурка должна крепиться к коню. В этой точке делаем отверстие при помощи шила. Теперь отверстие делаем между ног всадника. Лучше это делать не на весу, держа в руках, а положив фигурку на твердую поверхность. Можно просверлить отверстие специальным сверлом, но быстрее делать шилом. Плоскогубцами вставляем проволоку в тело коня. Лишнюю проволоку удаляем. Проверяем, как сидит фигурка на коне. Если все хорошо, то откладываем их в сторону. Краски садника и коня лучше по отдельности. Поэтому всадник и конь теперь должны находиться вместе, в коробке. Чтобы не перепутать их с другими всадниками. В противном случае, фигурки могут не состыковываться после покраски, что создаст ряд неудобств. Подготавливаем кони для покраски. Срезаем лишний пластик. Процесс долгий. В этом случае, я решил заменить хвост этому македонскому коню. Срезаю его. Поставлю хвост от нумдийского коня. Обратите внимание, что я срезаю пластик между задних ног у коня. Также я удаляю пластик с поводьев. У производителей коней почти всегда эти места залиты пластиком. Это сильно портит внешний вид уже покрашенной модели. Двое поводьев после литья обычно соединяются в единую пластину. Отлить по-другому довольно сложно. Я устраняю эти агрессии производителей. Поводьи должны разделяться, и я их разделяю. Вот так они выглядят после обработки. Ну и теперь крепим хвост. Я меня хвостил лошадям, чтобы немного изменить их внешний вид. Фигурки у меня лежат в коробке из-под конфет. Борта коробки слишком низкие, поэтому я их наращиваю. Про это у меня есть отдельное видео. Способы хранения военно-исторических миниатюр на моем канале. Теперь садник может стоять спокойно в коробке. Это важно при покраске моделей. Продолжим разговор про конверсии и остановимся теперь на оружии и щитах. Делаю воина племени Махлии. Индейца, который служит нам основой, обтачиваю ножом. Срезаю лишнее долгий процесс. Обращу внимание на удаление волос с головы. У Махлиев волосы были на затылке, а все остальное сбривали. Поэтому удаляю все лишнее ножом. Не торопитесь. Работайте медленно, но уверенно. Держите нож, как показано на видео. Вероятность соскальзывания будет минимальна. Постепенно воин в нужных местах становится лысым. Настигается нужный эффект. Теперь нужно подумать об оружии. Для этого шилом делаю отверстие в руках. Прокалываю кисть правой руки. Из проволоки делаем дротик. Отрезаем кусок нужной длины. Паскогубцами делаем наконечник. Ножницами его подравниваем. Оружие готово. Вставляем его в правую руку. Переходим к креплению щита. У нас кулачный хват. Делаем отверстие в кисти левой руки. Крепим щит. Как его делать я рассказывал в прошлом фильме. Еще примеры крепления щитов и дротиков. Делаю командир от дермохидов. В правую руку даю дротик. В принципе ничего нового. Теперь надо крепить щит. Куда его повесить? Можно на спину или дать в правую руку. Но в кисти правой руки уже дротик. Поэтому отверстие делаю чуть дальше. Поближе к локтю. Проволока на щите смещена в сторону от центра. Поэтому при креплении все равно. Эффект будет таким. Как будто бы воин держит щит за центральную ручку. Вот пример простой конверсии. Когда у одной фигурки оружие отгибается в сторону. Это простой способ. Позволяющий изменить позу фигур. Практически не прикладывая больших усилий. Теперь еще примеры конверсий. Бывшие индейцы превратились в ливийцев. Итак, мы разобрали, как крепить щиты и дротики к воинам. Сажать их на коней. Делать прически. Как паять модели и зачем это нужно, поговорим в следующем фильме. Не забудь поставить лайк и подписаться на канал Wargame Rus, Салтатики и Моделизм. Понравилось видео? Тогда поддержи автора. Перечисли любую сумму от 100 рублей на его счет. Реквизиты указаны в описании к видео. Чем больше ваша поддержка, тем больше видео появится на этом канале. Заранее благодарен. Жми сюда и смотри интересное видео. Субтитры сделал DimaTorzok